Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о недорогом, но топовом по соотношению цена характеристики ноутбуки от компании Chuvi, это Gamebook Plus, который по сути является увеличенной версией ноутбука Gamebook X Pro с диагональю в 14,1 дюйм, только тут в плюс версии диагональ уже составляет 15,6 дюймов. Процессор в обоих случаях идентичный Intel N100, мощности которого должно хватить для всех повседневных задач. А стоимость ноутбука на просторах Алиэкспресс сейчас колеблется в пределах 25 тысяч, но вот во время различных акций распродаж ценник опускался и до 20 тысяч, что вообще шикарно. В группе Вконтакте и Телеграме я делал соответствующие посты, так что вступайте поскорее, если не хотите пропускать подобные интересные предложения. Начнем с комплектации. Приходит ноутбук в такой вот коробочке Smart Life, именная, прям как для моего YouTube-канала специально сделана, Gamebook Plus, Chuvi, вот таким вот образом. Внутри мы находим, сразу обращаю ваше внимание, клавиатура на русском языке, то есть это говорит о том, что здесь ноутбук будет с латиницей, придется все наклеивать. Также в комплектации у нас здесь есть различные инструкции от компании Chuvi. Здесь, собственно говоря, сам ноутбук в плотном пенополистироле, то есть запечатано все очень даже хорошо, при транспортировке он не повредится. Здесь вот сам ноутбук, но о нем немножко позже. И здесь в комплектации еще у нас есть блок зарядного, точнее, зарядного устройства, блок питания на 36 ватт мощности. В принципе, по комплектации, думаю, все понятно. Значит, выпускается ноутбук у нас только в одном цветовом исполнении, сером, как в моем случае. Габариты у него достаточно компактные. Давайте посмотрим на интерфейсы, что у нас здесь есть. Значит, с правой стороны USB, точнее LAN-порт USB 3.2, 2.0, Type-C 3.2 присутствуют. Давайте с левой стороны посмотрим на интерфейсы. Также еще один USB 3.2, USB-A 3.2, HDMI-порт. Это у нас 3.5-джек для подключения наушников либо аудиосистемы. И разъем питания. Вот таким вот образом выглядит. Передняя часть, вот сразу обращаю ваше внимание, здесь есть механическая шторка закрытия нашей фронтальной камеры на 2 Мп. Это хорошо. Никто за вами подсматривать, так как говорится, не будет. Давайте посмотрим заднюю часть ноутбука. Петли достаточно хорошие, качественные, вроде бы как никаких нареканий не имеет. А тут у нас вентиляционное отверстие для выхода воздуха. Ну и внизу вентиляционное отверстие для забора воздуха. Также обращаю ваше внимание, что здесь у нас по краям перфорация для наших динамиков. Вот таким вот образом у нас все это дело выглядит. Материал корпуса у нас полностью такой вот матовый серый пластик. Отпечатки пальцев, конечно, собираются, но не сильно заметны. Сразу обращаю ваше внимание, что ноутбук без проблем одной рукой открывается. Это очень даже хорошо. И также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что угол разворота ноутбука составляет 180 градусов. Тоже очень даже хорошо для всех, как говорится, нужд, если это необходимо. У нас все вот так вот открывается, закрывается. Ну и само собой одной рукой тоже ноутбук у нас закрывается без особых проблем. Давайте посмотрим на тачпад. Он достаточно объемный, большой. Клавиатура подсветки никакой не имеет. У меня, как видите, только латиница. Я заказывал с Алиэкспрессом. Может быть, есть RST-версии с гравировкой русской. Но вот в моем случае наклейки придется наклеивать на данную клавиатуру. Также тут у нас индикация включения нашего ноутбука. И кнопка питания у нас расположилась вот здесь в клавиатуре. Вот таким вот образом все у нас дело выглядит. Внутренняя составляющая тоже хорошая. В общем, в целом, по сборке претензий и нареканий никаких ноутбук не вызывает. Собран он достаточно качественно. Никаких проблем я не заметил. Давайте раскрутим по периметру винтики и посмотрим, что у нас внутри нашего ноутбука. Ну вот, собственно говоря, я все открутил. Значит, по периметру защелки аккуратненько так вот отщелкиваются и крышка у нас поднимается. Вот таким вот образом выглядит ноутбук у нас внутри. Здесь у нас вентилятор с радиатором. Вот здесь расположился процессор. Вот пластина радиаторная. Здесь SSD M.2 вот таким вот образом расположился, который можно при желании поменять на более большие емкости, если это необходимо. Ну и здесь аккумуляторная батарея на 5000 мАч. В принципе, все собрано достаточно хорошо и качественно. И претензий тут у нас никаких ноутбук не называет. Значит, в ноутбуке установлена матовая IPS-матрица с диагональю в 15,6 дюймов и разрешением Full HD. Обращаю ваше внимание, если будете брать младшего собрата, там диагональ 14,1 дюйм при таком же Full HD разрешении. Часто обновление экрана 60 Гц. Яркость по моему прибору Radux Lupin выдают в районе 86 кандел. Что достаточно неплохо. Плотность пикселя составляет 141 ppi. Значит, давайте посмотрим на углы обзора данного ноутбука. Вот так вот. Хороший угол обзора. Так вот. Напоминает то, что у нас разворот 180 градусов данного ноутбука. Ну и с этой стороны посмотрим один угол и другой угол. Как видите, углы обзора здесь очень даже достойные и хорошие. В целом, матрица, я бы сказал, что здесь очень даже добротная. Как по запасу яркости, так и по цветовой передаче. Давайте послушаем, насколько тихо работает тачпад. Достаточно тихо. И теперь клавиатура. Как я слышу, по запасу громкости здесь все в порядке. Никаких излишних шумов нет. В целом, ход клавиат достаточно тихий. И тачпад тоже работает хорошо. Без каких-либо скрипов и проблем. Давайте быстренько пробежимся по нашему BIOS. Версия тут 2.22.12.87. Вот таким вот образом выглядят настройки. То есть, в принципе, тут у нас настройок достаточно много. Чипсет, security, boot и save and exit. Вот так вот все у нас достаточно просто и понятно реализовано. А теперь давайте проверим скорость загрузки нашей операционной системы. Значит, на ноутбуке установлена лицензированная Windows 11, домашняя версия. Как видите, скорость загрузки тут очень даже шустрая. То есть, по этому параметру тут тоже полнейший порядок. Работает ноутбук у нас под управлением чипа от компании Intel N100, выполненного по 10-метраму техпроцессу, с максимальной тактовой частотой в 3-4 ГГц. Он имеет у нас 4 ядра и 4 потока. Графический чип Intel UHD Graphics. Значит, экран у нас в плюс-версии, как у меня, составляет 15,6 дюйма. Если будете брать младшего собрата, X-Pro, там диагональ 14,1 дюйма. При одинаковом разрешении Full HD. Экран 60-герцовый, IPS-матрица. Оперативная постоянной памяти. В моем случае 8256, но также есть и старшая версия 16512. В X-Pro только 8256. Старшей модификации у нас нет. Беспроводная сеть у нас Bluetooth версии 5.2, Wi-Fi 6-го поколения с поддержкой в 2.4 и в 5 ГГц. Фронтальная камера на 2 Мп, Full HD разрешение снимает 30 фпс. Разъемы все перед вами. Ну и напоминаю, что операционная система у нас здесь Windows 11 лицензированная. Далее давайте быстренько пробежимся по тестам. Начнем с Chino Bench. Значит, в однайдерном оттоке Single Core набирает 933 баллов, в многоядерном — 3021. Geekbench 5-й версии в однайдерном тесте набирает 948 баллов, в многоядерном — 2824. Что достаточно неплохо. Если говорить за графические возможности, например, теста OpenGL, 3996 баллов — тоже достаточно хорошие показатели. А теперь посмотрим на тест скорости оперативной памяти. Набирает 31 тысячу Мбит в секунду — тоже достаточно неплохие значения. По постоянной памяти тоже результаты перед вами. 561 Мбит в секунду на чтение и 482 Мбит в секунду на запись. Далее я провел полуторачасовой стресс-тест AIDA64. И, как видите, зеленый хороший график, никакого падения производительности не наблюдается. То есть тропинга тут у нас никакого нет. После полуторачасового теста я, естественно, произвел замеры температуры на корпусе. 53 градуса задняя часть выхода нашего воздухоотвода. Если переведут ноутбук и посмотреть с другой стороны, отчетливо видно радиаторная пластина на процессоре. Ну и, собственно говоря, как у нас система охлаждения здесь реализована. Тоже 51 градус — достаточно хороший показатель. Теперь давайте послушаем работу встроенных динамиков, насколько они здесь у нас хорошего качества. Ну что могу сказать? В целом по звуку претензий у меня нет. По частотному спектру все частоты прослушаются очень даже неплохо. По запасу громкости хотелось, чтобы было немножко погромче. Но в целом для просмотра всяких фильмов и телесериалов запаса громкости тут будет вполне достаточно. Теперь давайте проверим скорость и работодательности нашей операционной системы при нагрузках. Я специально открыл YouTube, так сказать, в 4K-разрешении ролик какой-нибудь выберем. Вот мой ролик в 4K-разрешении, обращаю ваше внимание. Включаем, пусть он грузится на фоне, работает. Вот еще один ролик также в 4K-разрешении. Пускай также у нас загружает операционную систему. На сайт FUPDA давайте перейдем. Вот так вот открываются вкладочки. Быстро и четко прогружается все очень даже неплохо. Алиэкспресс, вот различные ноутбуки. Chuwi Gamebook Plus, Chuwi Gamebook X Pro. Ну, тоже, в принципе, все открывается и прогружается очень даже быстро и оперативно. Также у меня на фоне открыт Premiere Pro. Вот таким вот образом. Microsoft Store тоже я открыл. Internet Explorer открыл. То есть по полной, как видите, загрузил память оперативную. 6 ГБ из 8 ГБ встроенной памяти. И процессор, как видите, отрабатывает очень даже хорошо. Мощности его хватает за глаза для таких вот стандартных повседневных задач. Так что в целом при использовании ноутбука в таких вот стандартных задачах он себя будет проявлять очень даже хорошо и стабильно. Далее давайте коснемся игровых возможностей. Значит, Genshin Pack при HD-разрешении и таких вот средних настройках графики поиграть можно. Да, конечно, не сильно такой высокий FPS будет колебаться в районе 25-30 кадров в секунду. Но, по крайней мере, в эту тяжелую игру на данном ноутбуке поиграть можно. А это уже достаточно неплохо. Также GTA 5-й версии решил протесировать. Тоже HD-разрешение. Такие вот минимальные настройки графики решил выставить так, чтобы тоже более-менее FPS был играбельным. И, как видите, при таких вот настройках FPS колеблется в районе 40 кадров в секунду. Что тоже достаточно неплохо. Так что, в общем и целом, поиграть на данном ноутбуке можно, но только графику вам придется выставлять на такие вот средне-низкие значения. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, либо 38 Вт-часа. Значит, производил разряд данного ноутбука при YouTube. В средних настройках яркости, в Full HD-разрешении, в среднем хватать вам будет где-то на 4,5 часа. В сценариях с нагрузкой, где в играх вы будете играть, то аккумулятора вам хватит где-то примерно на 2 часа. Значит, зарядка у него производится от 0 до 100% за 3 часа. Не сильно быстро, но не сильно долго. Так что, по автономности, у аппарата тут полный порядок, и скорость зарядки вполне удовлетворительная. Итак, друзья, давайте подведем итог. Что же я могу сказать в целом про данный ноутбук? А то, что это отличное, недорогое решение, способное выполнять практически все поставленные задачи на ура. То есть, для серфинга интернета, для YouTube, для офисных задач, для Premiere Pro, для Photoshop, мощности данного ноутбука вам будет хватать с головой. Даже и в современные игры, пусть и на немаксимальных настройках графики, поиграть здесь можно. То есть, в целом, ноутбук по мощности очень даже хорош. И я специально посмотрел на ноутбуки в пределах 25 тысяч рублей по месту, и я вам хочу сказать, что на Intel N100 ноутбуки стартуют от 30 тысяч рублей. Этот же ноутбук вы можете взять в пределах 20 тысяч рублей. Это отличное, недорогое решение. Каких-то существенных недочетов я в нем не заметил. Хороший, качественный IPS-экран с углом разворота в 180 градусов. Звучание, конечно, может быть не самое максимальное, но в целом, звука будет хватать для стандартных задач вполне достаточно. Также, автономность у него не сплоховала. Хорошие материалы корпуса, качество сборки, система охлаждения здесь реализована на достаточно хорошем уровне. Среди недочетов можно выделить только латинскую клавиатуру. Но, опять-таки, в комплектации обычно продавец кладет такие вот наклеечки на русском языке, наклеил и все. В остальном, как бы, таких вот недочетов серьезных в этом ноутбуке я не заметил. Так что я могу его смело рекомендовать в покупке. Свою цену он оправдывает на все 200%. Ну а там свое мнение к самому данному устройству пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросы в ВКонтакте и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание. Всем мира, добра и до скорых встреч в будущих обзорах! Субтитры создавал DimaTorzok